Привет, мои дорогие! Сейчас я вам покажу баночки мои кухонные. Кофейку попьем, новые полотенечки покажу. Такой небольшой экскурс по кухне. Итак, девчонки, чайник стадии закипания уже свистит, а я вам показываю свои банки. Этим банкам много лет, но вот такие красивые... Так, сейчас я сделаю кофе. Ну, вот, сделала я себе кофе. Заодно покажу вам вот эту баночку, вы её тоже много раз видели. А вот этот стаканчик я поставила, чтобы класть в него вот эти вот мои высокие ложки для этих банок. И вот это ещё тоже. Туда. Туда же. И возвращаемся к нашим банкам. Вот. Вот такие красивые у меня есть баночки. Очень красивые, красные, да с подсолнухами. И вот это так открывается. И вот это так открывается. Ну и аналогично закрывается. На заднем плане вы видите полотенечки. Это новые полотенечки. Я купила таких шесть штучек. А баночки люблю. Обожаю баночки, салфеточки и новые полотенечки. Ну вот я купила шесть новых полотенечек. Серёжа четыре выставил. Вот. И сказал, что этого достаточно. До стирки. От стирки до стирки. И я думаю, что я, наверное, вернусь в тот магазин и куплю ещё таких полотенечек. Потому что они очень хорошо. Это хабэшные. И они очень хорошо впитывают влагу. Прямо... Ну вот и они тоненькие такие, знаете. Вот. И... В общем, я съезжу во вторник, наверное. Ну, в общем, на недельки съезжу. Это на рынке. Там магазинчик такой небольшой. Вот. Ещё хочу докупить. И вот эти мои прелестные баночки. Я очень люблю посуду. Баночки, ложечки, тарелочки, вазочки. Вот это я всё очень сильно люблю. А готовить люблю по настроению. Иногда у меня есть настроение готовить. И некоторые вещи я действительно очень вкусно готовлю. Например, пожарить рыбу. Серёжа всегда говорит, что так, как я жарю рыбу, никто не жарит. Вот. В общем, ну, супы мои он не очень любит. Я люблю, когда в суп всего много набросать. А он любит только, чтобы была картошечка, морковочка. И там либо рис, либо макарончики. Ну, что-то такое. Незатейливое. Он почему-то такие любит. Пионерлагерские супы. Вот. А я люблю, я люблю с кислой капустой. Ну, я вообще кислое всё люблю. И солёное. Ну, в общем, так. Начала за баночки, закончила супами. Вот это то, что я хотела вам показать. Казалось, небольшой эпизод растянуло, бог знает насколько. Так, дочонки, ну ладно, давайте по кофейку. А то некоторые товарищи мои, подруги мои уже скучали по кофейку. Сейчас, девочки, попьём, восполним этот пробел. Итак, девчонки, по кофейку на фоне ещё очень зелёного и тёплого сентября. Ну, уже не говорю жаркого. Я уже делала акцент на этом явлении природы, что у нас уже стало всё-таки немножечко получше. И даже сегодня такой день слегка пасмурный. Сколько у нас там? 22 градуса. Ну, это на солнце. Не на солнце, наверное, градусов 20. Вот. Показываться не буду. Просто вот чашечка. Вот я тут к чашечке приставленная. Прикреплённая к чашечке. И по кофейку, девчонки. Классный кофе. Вдобавок ещё и горячий. Так, сейчас я открою окошко, и мы выпадем. Чуть-чуть. Не совсем, не полностью выпадем, а частично. Так. Ай! Ветерком закрывается. Открываем нараспашку. И вот такая картинка наша. Наша утренняя привычная картинка. На фоне утренних. Ну, не такое уж и утро. Полдесятого. Вот оно. Ну, на фоне утренних зелёных сентябрьских листьев наш с вами горячий, дымящийся, манящий кофе. По кофейку, девчонки. Картинка вот с этой стороны. Это моя осенняя чашечка, я бы сказала. Видите, она такого бежево-молочного цвета. А внутри вообще мне нравится, когда... Вот именно мне нравятся такие толстые кофейные чашечки внутри другого цвета. И мне именно нравится вот в кофейных чашечках цвета шоколада. Это топлёного молока. Вот когда кофейные чашечки такой расцветки, мне это кажется очень интересным. И мне это очень нравится. Хочется из такой чашечки пить кофе. И вот такой вот осенний рисуночек. Ну, по кофейку, девчонки. И всем прекрасного дня и вечера, и всего остального. По кофейку. Доброе утро, мои дорогие. Доброе туманное утро. Так хорошо. Так, что у нас там? У нас там 8 часов 15 минут. По кофейку, друзья, по кофейку. Это очень и очень приятно. Я люблю туман. Вот не знаю, почему я так люблю туман. Просто обожаю. Ну, вот такой он у нас. Обожаю картинки туманные. Я же... Ну, это же я пью кофе. И просто поболтать. Буквально пару минут. Потому что мне нужно помыть посуду. О, кто-то спит. Котик, по-моему. Сейчас я поставлю чашечку. Чашечку, чашечку. И покажу вам спящего животинку. Так, где он, малышечка? Так, так, так. Дерево. Вон он. Ага. Так. Нет, что-то я не могу его. Вот. Кто это у нас тут спит? Котик маленький спит у нас тут. Посмотрите, какой хорошенький. Ой, серенький, как Баксик. На Баксика похож. Я сначала подумала, что собачка. Это котик. Холюсенький какой. Масечка. Ну, я не знаю, милее. Сейчас наш Баксик. Я не знаю, милее животинок, чем котики. Это такая красота. Это такое милашество. Это такая нежность. Я просто не знаю. Знаете, вот кто-то любит своих собственных котиков, собак. Я люблю их всех. Я их просто всех очень и очень люблю. Тима Холюсень. Тима Холюсень. Сидит. Сейчас он будет запрыгивать вот на этот стульчик. Он с утра. Он всегда ходит за мной по пятам. Особенно утром. Когда Сережа еще спит, он вообще за мной по пятам ходит. Куда я, туда и он. Да, малыш? Тима Холюсень. Ну, давай уже запрыгивай. Моя ты красота. Не хочет. Ну, он будет запрыгивать. Но это он паузу. Обязательно держит паузу перед каждым действием. И еще наше дворовое милашество. Ты мой Холюсенький. Ну, до того нежно он так. Прямо до того нежно носик спрятал. Мне так жалко этих бездомных животинок. Слушайте. Если бы у меня была большая территория. Или большой дворец. Я бы их там всех приютила. Обязательно. Вот я понимаю, Брижит Бардо. Вот умничка. Все. Мы уже запрыгнули. Вот умничка Брижит Бардо. Заботится обо всех этих милашечках. Ну, приручили мы их. Я имею в виду человечество. Ну, как же можно их бросать вот так вот на произвол судьбы. Холюсенькое. Ну, такое холюсенькое. Вот через объектив. Так только пятнышко темное. А так хорошо видно. Лежит такой хорошенький. Еще и на Баксика похож. По расцветочке. Это моя милость. Милашество. Умывается. Но мы продолжаем наше кофейное туманное утро. Оно не сильно туманное, но немножко есть, что очень приятно. И я в интернете люблю рассматривать картинки с туманом. Просто обожаю. Ну, девчонки, по кофейку. И всем приятного утра. Ура! Посмотрите, он проснулся. Боже, как он на Баксика похож. Посмотрите, он умывается. Да я его близко сделала. Сейчас близко покажу вам Баксика. А-а-а! Потерпите, потерпите. Баксюша где-то у меня. И вот это милашество умывается. Пожалуйста. Мордочка. Так. Так. Просто копия Баксик. Просто Баксика копия. Ну, надо же, а. Прям серенький такой, холюсенький. Мордуля. Да чего же котики хорошенькие. Только мордочка у него не плоская, как у Баксика, а обыкновенная. Моя ты лапочка. Хороший какой. Если бы еще не было людей, зверей, которые потихи радят. Ой. Я бы их уничтожала. Я имею в виду людей, которые издеваются над животными или убивают их. А вот это милашество, оно ж несет в мир только радость. Вот смотришь на него. Просто на душе тепло становится. Моя ты рыбочка. И вот мордашка умывается тоже. Ой, какие они милашки. Какие холюсенькие. Боже мой, как у меня, знаете, как это самое. Просто раздвоение какое-то. Это вообще. Прям как Баксик. Ну вообще. Ну у Баксика братиков нет. Мы его кастрировали. Ни братиков, ни деток. Просто совпадение такое. Вот жалко, что расстояние. А так интересно вот. Насколько похожесть. Ой, это наше ухо. Нет, не ухо. Ухо вот. У меня просто на выдвижение плохо работает объектив. Потому что я его роняла. Да, малыш? Все. И сразу вот так вот сидит. Вон он под деревом. И вот он на стульчике. Ой, у котиков, у собачек тоже своя судьба. Да, как и у людей. У меня их жалко. Очень жалко всех. Малышечки такие. Милашечки. У меня еще в чайнике кофе есть. Я заварила в чайничек. Я заварила в чайничек и оттуда наливаю. Ну, хорошо. Я уже сказала один раз до свидания. Ну, и еще раз пожелаю вам всем прекрасного дня. Любите наших братьев меньших. Они нам приносят много радости и умиления. И всем хорошего настроения. Ну, все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok